Всем привет, любители страйкбола! От винта! В самом сегодняшнем выпуске я расскажу вам про защитные очки производства французской компании Bale. Очки на обзор мне предоставила компания Bale Glasses. Она занимается розничной и оптовой продажей очков фирмы Bale на территории России. Кстати, вот по этому промокоду вы можете получить небольшую скидочку при заказе на сайте Bale Glasses. Ну а теперь непосредственно пару слов о компании Bale. Историю свою она начинает в 1888 году, когда открытие целлулоидов произвело революцию в промышленности небольшого городка Ойона, где Серафим Bale открыл свою первую фабрику по производству расчесок и заколок для волос из искусственных материалов. Во время Второй мировой войны Ойона был центром сопротивления на юге Франции. После Второй мировой войны Ойона превратился в крупнейший центр производства искусственных материалов и получил прозвище «Пластиковая долина». Ну а фабрика Bale задавала мировые стандарты качества в производстве пластика. В середине 50-х годов в каталогах фирмы Bale появились первые солнцезащитные пластиковые очки, которые были разработаны Георгом Bale. В 60-х годах появилась линейка очков для лыжников. И именно с тех пор компания Bale из маленького семейного производства превратилась в одного из крупнейших производителей защитных очков в мире. Ну а теперь перейдем непосредственно к обзору очков. На обзор мне предоставили очки Tracker и Cobra. Они в средней ценовой категории от 15 до 20 долларов в среднем. Да, конечно же, помимо этих очков у компании Bale есть и более дешевые очки категории до 10 долларов. Ну и, конечно же, премиум класс от 70 долларов и выше. Итак, и те, и те очки приходят к вам вот в таких целлофановых упаковках. На них вы обнаружите, собственно, название модели Cobra, Tracker, вес 25 граммов для Cobra и для Tracker это 52 грамма, тип линзы. В обоих случаях у меня это линзы прозрачные, но может быть там и темные, и желтые, и их достаточно много моделей. Тип дужки, либо же резинки, если у вас очки идут с резинкой. И, собственно, то, от чего они защищают оба представителя очков Bale здесь у нас защищают от ультрафиолетовой радиации, от пыли, частиц более 5 микрон, а также от капель, дождя, брызг и так далее и тому подобное. Очки Cobra защищают вас от осколков средней силы, Tracker от средней силы, при том же, если вы будете использовать резинку страховочную, и от низкоскоростных осколков, если вы просто будете носить очки как очки, как ни странно. Я, в общем-то, логику определенно понимаю, что низкоскоростные осколки с вас, скорее всего, очки не собьют и очки на вас останутся. А если же осколок будет лететь, ну, осколок это, собственно, что-то, что попадает в очки, будем это так называть, да, попадает на средней уже скорости, то есть выше маленькой, очки с вас могут слететь и, соответственно, защита работать уже как таковая не будет. А если же на вас есть страховочная резинка, то очки на вас, в общем-то, скорее всего, останутся. Ну и по-русски тут, соответственно, нигде ничего не написано, все это дублировано на европейских языках, так что кому нужно по-русски, ну, Google Translate вам в помощь, если не понимаете. Начнем внешний обзор с модели Cobra. В общем-то, внутри целлофановой упаковочки, указанной выше, у вас будет инструкция к очкам. Там, опять же, по-русски здесь ни слова, так что она нам не особо пригодится, но тем, кто понимает, можете посмотреть более подробную спецификацию. Далее, собственно, чехольчик такой матерчатый, внутри очки и все, то есть даже тряпочки для протирки у вас нету. Подразумевается, что данные очки в такой вещи не нуждаются. Линза очков, как вы можете заметить, сплошная, что, в общем-то, обеспечивает вам достаточно широкий панорамный обзор, то есть вы можете влево-вправо спокойно смотреть. Линза, как я уже сказал, поликарбонатная, ударопрочная. Здесь в комплекте идет резинка, есть вариация с дужками, то есть они идут отдельно. И поэтому нужно указывать, какие очки вы хотите, там, с дужкой, с резинкой, еще что-то. Внутри очков, собственно, в части непосредственно прилегающей к вашему лицу, у вас есть прослойка из спененного полиуретана, может быть, отдельная рамка на очках, она, кстати, съемная, снимается достаточно сложно с первого раза, то есть оттягиваем назад крепление резинки, оп, выщелкиваем, в общем-то. Из пазов это все и вынимаем. Вот так это выглядит. Вам эта прослойка понадобится в случае, если вы будете использовать вставку под диоптрию, потому что вставка под диоптрию у вас вставится между основной линзой и вот этой вот вставкой. Внутри данной вставки у вас есть вот такие вот щели, которые обеспечивают достаточно неплохую вентиляцию в этих очках. Линза сама здесь непосредственно имеет покрытие, которое защищает ее от запотевания и царапин. При этом линза сама обладает у нас первым оптическим классом по стандарту ЕН-166. Это значит то, что их можно, в принципе, носить 24 часа не снимая. На нижней стороне очков не особо вам в глаза будет бросаться. Есть эта маркировка, здесь ее не видно, потому что практически прозрачная на прозрачном. Там в маркировочке у нас указано то, что они защищают от средних красных осколков, то есть буква B указана, и есть буква T, которая обозначает то, что данные очки могут использоваться в условиях экстремальных температур. Ну и в довершении ко всему есть очки также с темными и желтыми линзами. И перейдем к модели Tracker, как наиболее, на самом деле, универсальным, как я, в общем-то, понял. Почему? Потому что, ну, помимо инструкции и самих очков, у вас в этом пакетике тканевом идет резинка страховочная для очков. То есть вы ее можете использовать в достаточно гибких условиях, потому что, ну, не всегда очки все-таки хорошо держатся, как ни крути. И линзы в данных очках раздельные, то есть у нас две штуки, они тоже поликарбонатные, ударопрочные, тоже есть как темные, так и желтые варианты. Данные очки также сделаны по первому оптическому классу, следом, можем их носить круглосуточно. Также они защищают от средних красных, низких красных осколков, что указано на линзе. Ну и можно использовать в высоких температурах, в условиях высоких температур. Также есть съемный обтюратор из пененого полиуретана, который, как и в очках, в общем-то, Кобра обеспечит вам достаточно плотное прилегание к лицу. И благодаря этому попадание шара куда-нибудь под линзу, бывают такие случаи, у вас практически минимально. Но его на самом деле вообще нет, если вы по размеру данные очки себе подберете. Так же, как и линза очков Кобра, данные линзы защищены от царапин и запотевания. Что мне здесь интересным показалось, так это то, что в отличие от большинства очков со страховочными резинками, у них ушки для резинки не на концах дужек, как обычно бывает, ну чтобы просто она не свалилась, а именно как страховочная резинка. То есть в середине дужки, даже почти в начале, вы ее устанавливаете, и, соответственно, у вас очки держатся и на резинке, и на ушах непосредственно. Перейдем к небольшой практической части. В общем-то, первым тестом я решил проверить то, правда ли есть на данных очках какое-либо специальное покрытие, предотвращающее запотевание. Я эти очки оставил минут на 15-20 у себя на балконе, он у меня не отапливается, там температура где-то минус 8. Ну и после этого решил просто тупо на них подышать. Это самый адекватный вариант, какой я, в общем-то, придумал. И, как ни странно, очки практически не запотели. А если и запотевали, то очень быстро вот эта вся мутность рассеялась, то, что я ее даже на камеру, в общем-то, показать особо не смог. Ну, а теперь самый главный тест для страйкбольных очков. Это отстрел 0,2 шаром из СВДшки. Выхлоп у нее порядка 177-180 метров в секунду. Взял я для теста очки Кобра, как обладающие наиболее широким покрытием линзы. Так как материал-то, в общем-то, один и тот же, классный, один и тот же, поэтому буду проверять. Ну, в общем-то, посмотрим на последствия расстрела очков. Как вы можете заметить, в общем-то, видимых прям повреждений каких-то великих нету. То есть, большинство из этих повреждений просто можно пальцем стереть, там, тряпочкой вот так, оп. И, в общем-то, следов практически не остается. Да, есть определенные вмятины, на камеру их показать очень проблематично. Но при этом, в отличие от большинства очков, которые получают такие повреждения, играть в них продолжать можно. В том плане, что повреждения эти абсолютно не мешают взгляду. Даже с учетом того, что стрелял я в центр линзы, в общем-то, вот здесь и вот здесь вмятины есть. Но на камеру, к сожалению, показать очень-очень проблематично. Глаза они не бросаются, если смотреть с внутренней стороны. И, в общем-то, если вам вот так засадили в линзу, менять ее не придется. Играть с ней продолжать можно. Что же хочется сказать в заключении про данные очки. Компания Bale давно уже пользуется, в общем-то, спросом у страйкболистов. Да и не только страйкболистов. Если вам нужны дешевые, хорошие очки, это, на мой взгляд, весьма-весьма неплохой выбор. У них есть разные варианты с резинкой и без. Особенно мне понравились очки Tracker, потому что их можно использовать без проблем с балаклавой Voin. Там есть такие прорези для дужек. И вот то, что резинка там вставляется не с конца дужек, а где-то в середине, позволяет достаточно комфортно использовать очки с балаклавой, со шлемом, с любым головным убором. Это очень-очень удобно, когда резинка не вот здесь где-то мотается и служит исключительно страховкой от того, чтобы они у тебя упали и куда-то там не потерялись. А именно для цели удержания их на голове. Это очень удобно. Единственное, что мне не понравилось, то, что очки вот эти предназначены в первую очередь для людей с узкой переносицей. То есть у меня вот здесь вот очень сильно давят очки. Если, конечно, с них снять вот эту вот полиуретановую вставку внутреннюю, которая обеспечивает более плотное прилегание, там, защиту от пыли и так далее, так очки я ношу гораздо более комфортно. Поэтому, если вдруг у вас такая же широкая ряха, как у меня, вы сначала все же эти очки где-нибудь найдите, померить, прежде чем покупать. По прочности данные очки выше всяких похвал. Я не знаю, на них наступить нужно, чтобы их сломать. То есть наступить нужно вам на лицо как минимум. Защита от шаров превосходная. Опять повторюсь, что после отстрела очки можно было нормально носить. То есть вас не отвлекали белесые полосы какие-то там, явные вмятины. Да, есть какая-то определенная мутность в участках попадания, это логично. Но это не критично, позволяет играть нормально, без проблем. Это мне очень понравилось. В общем-то, в итоге, определенно рекомендую как эти очки, так и любые другие производства в Болле. Они клевые, удобные, местами стильные. Защищают надежно ваши глаза от всего на свете, по-моему. Ну и еще раз скажу, что на Болли Глассес можно вот по этому промокоду, он еще в описании к видео есть, получить небольшую скидочку при покупке очков Болле. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забываем оценивать видео, подписываться на канал и вступать в группу ВКонтакте, чтобы всегда быть в курсе обновлений. Проверяем описание под видео ради парочки интересных ссылок. Это был бородатый строкболист. Конец связи. Продолжение следует...